Почему мы не можем чихнуть с открытыми глазами? Когда вам захочется в следующий раз чихнуть, попробуйте собрать всю волю в кулак и оставить глаза открытыми. Не получилось? Верно. Чихнуть с открытыми глазами не позволяет нервная система. Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале Вселенная Beautiful World. Чих – это, безусловно, рефлекс, с помощью которого слизистая оболочка носа очищается от посторонних раздражителей, вроде пыли или слизи. Нервные окончания на слизистой носа передают информацию о раздражении в мозг. Тот приказывает мышцам сократиться, и человек делает сильный выдох через нос. Глаза рефлекторно закрываются, скорее всего, потому, что не могут выдержать сильного давления. В 1882 году в New York Times была опубликована статья о женщине, которой разорвало глазное яблоко во время чихания. Считается, именно эта история породила версию, что при чихе глаза могут выпасть из орбит из-за высокого давления и скорости, с которой выходит воздух. Но чтобы это произошло, они должны оставаться открытыми, а это невозможно. А вот чихнуть во сне – реально. Например, если спать на сеновале и в нос попадут пылевые частицы. Однако этот пример, скорее всего, исключение из правил. В обычных условиях ночью раздражители слизистой отсутствуют, и нервная система отдыхает. Поэтому во сне люди практически не чихают. Бывает, что человек чихает 2, 3, 5, 7 и даже более раз. Количество не ограничено. Чаще всего так происходит при аллергическом рините. Но иногда, возможно, при вдыхании большого количества пыли и других мелких частиц, приводящих к сильному зуду в носу. Что бы не послужило причиной, если хочется чихать, чихайте столько раз, сколько организму нужно. Даже на деловой встрече. Просто не забудьте прикрыть рот платочком. Если сдерживать чихание, высокое давление, которое возникает во время процесса, может привести к серьезным последствиям. К примеру, вызвать перфорацию барабанной перепонки, то есть трещину или отверстие в этой перепонке. Или травму диафрагмы, при которой может возникнуть боль в груди и затруднение дыхания. Среди других возможных последствий, разрыв сосудов в глазах и даже нарушение работы внутреннего уха, вплоть до потери зрения. Еще может мгновенно повыситься давление, что способно вызвать гипертонический криз и самое серьезное осложнение – инсульт. Следовательно, строгое соблюдение правил этикета не так уж и безопасно. Иногда человек просто не умеет чихать. Но это скорее патология. Способность к чиханию утрачивается при атрофическом рените и некоторых других заболеваниях. Причина в том, что слизистая оболочка носа перестает нормально работать и процесс не может запуститься. Так что чихайте, пока чихается. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok